доброе утро мои хорошие доброе утро сегодня утро такое немножко пасмурная потому что как я поняла обещают дождик но я открыла окно на балконе ну как обычно я открываю вдыхаю утренний воздух достаточно тепло я бы сказала погода моя моя если по магазинам то с утра и что-то я кинулась я встала как обычно в 5 30 чуть пораньше я обычно даже раньше будильника встаю у меня представляете будильник заведен на 5 30 я встаю чуть раньше потом тут но на кухне что-то делаю у меня начинает орать в комнате будильник и я так бегу выключать этот будильник вот ну и думаю время уже 7 утра ровно 7 думаю надо выползти на кухню позавтракать у меня пустой холодильник кто-то говорит что я ем килограммы еды до чтобы были килограммы еды нужно чтобы они вначале пришли в этот холодильник чтобы они оттуда вышли но увы-увы у меня холодильник более-менее пустой там особо ничего нет даже яиц нет вот осталось одно яйцо думаю куда его применить то ли так сварить ну вроде как бы пожарить ну взглянула я в свой пустой холодильник овощи есть вот картошка молодая я вчера купила капуста молодая но это завтра борщец сварю хочу посмотреть может быть где-то куплю кастрюльку побольше чтобы борща хватило на праздники ну не до 9 мая конечно хотя бы вот на эти три дня праздников вот потому что уж не до шику не до блеску борща наварю ух с молодой капусты с молодой картошки вот на этой куриной грудки и что вообще ничего нет в холодильнике так что и я вспомнила что у меня есть вот это золотое утро оладьи которые выручают смотрите как интересно просто добавь воды просто добавь воды я думал сюда нужны яблоки это у меня оладьи какие-то с яблоками сейчас будем с вами делать думаю чудо хочется есть я как вчера до пяти вечера мы с вами делали салат делали эту курочку не знаю много тут будет немного наверно когда большой чашки нужно мешать так смотрите давайте большой размешаем а хотя чё может быть вот в этой размешаем да чтобы вам было видно давайте и думаю сделаю оладьи у меня все равно там есть сметанка думаю вот и позавтракаю как раз до ужина мне хватит не знаю я обедать сегодня посмотрим в общем есть такая смесь она уже написано сушеными яблоками я думаю но если сюда дополнительно потереть яблоко в принципе ничего не будет или порезать какими-нибудь такими крупными кусочками думаю ничего же страшного не будет но я этого делать не буду высыпаю эту смесь слушайте но смеси тут достаточно много я когда покупала вот эти яблочные оладьи когда покупала эти яблочные оладьи были на волкберсе а точнее я их на волкберсе клала в корзину а покупала я буду упаковку глобусе она такой недорогой цене добавьте 230 миллилитров воды для более тонких оладий и 200 миллилитров воды для более толстых оладий ну сейчас посмотрим сейчас посмотрим я хочу во первых использовать вот эту вот сметану у меня чуть-чуть осталось тут я купила новую сейчас с этими оладушками а вот эту вот там совсем немножко так а ну-ка она у меня не протисла мне вроде не пара кисла и смотрите как я хочу сделать во первых я хочу что там 230 нам добавить добавить яйцо так у меня уже закипает чайник за яйцами надо идти у меня даже нету яиц вот одно осталось и смотрите что я хочу сделать в мерный стакан наливаю одно яйцо так выливаю это одно яйцо я его взбиваю там будьте добавлены в холоде яичный порошок но я думаю ничего страшного если будет лицо и сюда же вот эту вот сметану немножко сейчас так а ну ка не буянь не буянь апа немножко молочка вот со стеночек чтобы соскрести в общем жидкости в объеме надо 230 миллилитров 200 230 миллилитров вот так где-то да примерно и думаю ну что делать в холодильник так заглянула нечего даже в рот на завтрак положить вспомнила за эти оладьи думаю у меня как раз осталось одно яйцо вот это немного сметаны вон я ее развела молоком эту сметану выливаю вот нормальная сметана ушла так смотрите это у меня получилось ровно 200 миллилитров с яйцом в принципе можно уже не доливать но я немножечко долью вот так все а тут написано какие-то сухие яблоки а да смотрите как тут какие-то вот сухие яблочки и вот такая смесь у меня получилась бы яично яично-сметанно-молочная я ее заливаю в тесто не в тесто вот в эту сухую смесь и все перемешиваем это очень густо получается они вообще очень густо они как сырники смотрите это очень густо добавляю молока это очень густо конечно ничего страшного будут пожиже а может я конечно что-то не поняла нет к смеси добавить 200 230 миллилитров ну вот они более более становятся такие нормальные ну и все так я думаю нормально вот такое тесто вообще что-то сил нет я вчера как поела до пяти вечера у меня получились куриные бедрышки приготовились где-то примерно около пяти поела и все и вечером я только себе сделала чай больше ничего не ела сейчас я дам постоять этому тесту вот ну вот это я считаю нормально но тут извините меня не 230 миллилитров хорошо чтобы добавила яйцо 230 миллилитров конечно жидкости а чуть больше смазываю здесь не написано добавлять масло тесто оставить на 10 минут я сейчас оставлю я сейчас и оставлю я никуда не тороплюсь буду жарить в небольшом количестве масла в принципе даже масло значит в тесто можно добавить я думаю ничего страшного не будет ну и все ой оно прям вот так дышит а что ж тут добавлено сода или дрожжи а ну-ка состав ой выспала разрыхлитель 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 добавлен это надо замочить все и пускай тесто постоит а чем же мне их накладывать обычной ложечкой сейчас помою ложку обычная ложка наверно ну чё тесто постояла я все же добавила в тесто немного растительного масла так как планирую оладушки жарить в минимальном количестве масла ну такой она примерно получается по густоте ну давайте пробовать жарить не знаю что у меня получится надеюсь все будет нормально все же я взяла не железную а силиконовую ложечку ну какие то они у меня бесформенные это и не столь важно большому оладушку и рот радуется правда красавчик так вроде не прилипают к сковородке сейчас посмотрим что получится красавчики еще я на завтрак хочу так давайте я наверно завтрак себе вот в этой тарелке делать такой оригинальной в принципе оладушки наверно надо жарить на небольшом огне чтобы они полностью сейчас у меня разогреется чтобы они полностью пропеклись ползают по сковородке не прилипают что очень очень даже хорошо так еще я себе на завтрак принесла огурчики маринованные это я очень люблю и попробуем с вами сейчас вот эти грибочки тоже положу себе немножко грибочков вообще я начиталась на балбисе когда кидала эти оладушки в корзину прочла там отзывы говорят очень такие вкусненькие в принципе оладушки вот эти маленькие корнишончики как же я их люблю мне понравились они не горькие я корнишоны очень долго не брала я как-то корнишоны купила а они горькие но мне теперь кажется это все зависит не от огурчиков а именно наверное вот от этого маринада в котором они мариновались такие же они маленькие как такие деликатесные и очень вкусный сам этот маринадик очень вкусный а я так люблю пить этот маринад но он уксусный какой он вкусный ой он уксусный не буду это не есть полезно ой какая красота они раздуваются все теперь можно сделать чуть поменьше чтобы они именно пропекались так и со сметанкой будет самое оно а я думаю ну что же мне завтракать без еды я не могу потому что мне нужно таблеточки выпить нужно что-то поесть на завтрак я так думаю может быть на обед сварить молодую картошечку одну у меня в принципе там картошки много может быть сварить одну молодую картошечку тоже вот с грибочками огурчики наверное уже не буду с грибочками и помидор у меня там есть почему бы нет почему бы нет какая вкуснятина ну что переворачиваем не люблю я оладушки такие замасленные знаю кто-то жарит в большом количестве масла а я не люблю пускай они будут у меня вот такие как квелые да как квелые но можно прикрывать крышкой да как думаете ну и что давайте пробовать грибы кстати они такие красивые если две баночки купить можно салат вот этот сделать грибная поляна надо знаете что давайте открывать я брала их в чижики восемьдесят девять рублей �ero о о маринад такой себе кап как у 2 вкусные вкусные такой интересный маринад какой-то странный маринад но вкусный не противный маринад ну вот если немножко положу а это немножко оставлю в картошечке а знаете мне понравилось да буду наверное жарить потом принципе мне на завтрак хватит вот и 4 оладушка но до жарю все мой завтрак сейчас топочка и ладушки выложу я не какие-то получаются знаете немножко к виолы и не знаю как это объяснить но такие как немного к виолу я буду пить кофе потом в течение дня я стараюсь кофе не пить вечером тоже я стараюсь все же больше больше чай что-то не дам было что тут что это за такое не до мыло что вроде вчера мыло хорошо вечером тоже стараюсь чай травяной чай если честно так люблю аромат свежей выпечки просто как на улице кстати что-то сейчас у меня глаз глянулся 13 градусов ну что вытаскиваем сейчас попробуем такие вот они получаются но это они конечно такие к веные получаются потому что не в масле да потому что не в масле и они немножко такие кавиоленькие ну давайте чуть-чуть масло добавлю я в принципе не очень такие замасленные люблю у меня оладушки прям оладьи ладно большому оладушку и рот радует а тем более когда в холодильнике пусто я считаю это самое выгодное сделать оладьи вот когда в холодильнике пусто и ничего на завтрак это самое выгодное сделать оладьи я в принципе я забыла же вначале пройти оладьи ну который у меня с яблоком в пачке я думала приду сейчас яйцо сметану вот эту старую в общем все старье молока же чуть-чуть осталось дом все старье из холодильника пущу немного муки сахарка намешаю и вот эти оладушки нажарю а потом увидела нашла у себя в столе вот эту пачку оладьи думаю почему бы нет какая разница та же смесь намешала яйцо туда бросила всю сметану зато сработало одно яйцо сработало молочка в этом до пакетики чуть-чуть сработало и в принципе она как бы и нормально ну такие оладушки получаются если честно мне больше оладушки нравятся ну так себе знаете куда я купил и лучше бы я конечно сделал свои но не за это же они к вел я как и так вел и видите лучше бы я сделала свои мне не очень принципе для быстрого завтрака сойдет но натирайте сюда побольше своих яблок вот тогда будет от ас яблоко я тут особо не вижу со сметаной я думаю будет вкусно у меня еще на одну как раз на одну сковородку можно блином целом пожарить ну ладно блином не буду ну все дожариваем так что у меня здесь жарим горячий горячий а со сметаночкой я сейчас успею наесться еще до завтрака ничего со сметаной пойдет какая вкуснота всем доброго доброго утра пока-пока м м Продолжение следует...